Благовестие Израилю и всему миру Шалом, любимые дети Бога. Каждый выпуск я предваряю словами «Барухаше», то есть «Благословенное имя Господне». Благословите имя Господа. Синтия, сегодня еще один великий день. Как ты знаешь, мы готовимся войти в святейшее время года, дарованное нам Господом в книге Левит. Мы входим в его святые осенние дни, а они назначены Творцом, чтобы его народ встретился с ним. Удивительно. Они названы днями повторения. Мы призваны опять готовиться, потому что он возвращается. Верю, что в один из этих дней он вернется. Прямо посреди одного из этих праздников. Мне нравится, как он обрисовал это. Войти во время чаяний, чтобы он поднял нас на новый уровень. Такова его цель. Это и наша цель, возлюбленные. Приготовьтесь праздновать и жить в осенние праздники Бога Отца. Тогда у нас получится исполнить все, что Он хочет от нас. Благословений вам и шалом. Добро пожаловать, возлюбленные. Шалом. Сегодня мы начинаем цикл «Осенние праздники Бога». Посмотрите на Божий календарь в книге Левит. Там два основных периода года, которые относятся к Господу. Один из них приходится на весну, а второй выпадает на осень. Осенние праздники Творца нашего считаются самыми святыми днями в иудейском календаре. Когда я рос в Кливлендсе, Огайо, мы ходили в синагогу. Это было важное время года для нас, евреев. Во время Рошашаны или Йом Труа мы будем изучать это сегодня. Во время Йом Кипура или Дня Искупления. Затем мы отмечали Суккот или Праздник Шалашей. Еще раз скажу, что все эти праздники выпадали на осень. На небе есть распахнутые створы. Через эти окна мы общаемся с ним. Это возможность для особенного благословения. Когда мы едиными сердцами концентрируемся на Господе нашем и Творце в эти особенные времена года. Господь сказал нам, что эти дни назначил Он. Я прочитаю вам из книги Лейд. На иврите мы зовем ее Ваикра. Глава 23, стих 4. «Трава засыхает, сказано тут, и вянут цветы, а Слово Господне вовек пребывает». Вот Слово Бога для вас. Вот назначенные сроки Господа. Обратите внимание, здесь не сказано. Это праздники евреев, иудейские торжества. Но Господом назначенные сроки. О каком Господине мы говорим? Речь не только о Боге Израиле, но и о Боге Отце Господа нашего Иисуса Христа. Это один и тот же Бог. Вот в чем суть, возлюбленные. Евреевы или язычник. Вам нужно отмечать эти праздники, потому что их назначил ваш Бог. Рассмотрим Слово «назначенный». Служите снова. Вот назначенные сроки Господа. Для кого они назначены? Для вас и для меня. Это назначение от Творца, дабы встретиться с нами. Ведь Бог желает сообщить нам важные вещи во время этих праздников. Поэтому нам с вами нужно ожидать от Бога Отца в это святое время года. Хошем, наш Творец, назначил встречу с нами и желает дать нам откровение. Желает вложить в нас свою мудрость в течение сих особых дней года. Запомните это. А мы идем далее. Вот назначенные сроки Господа — священное собрание. Слово «собрание» на иврите — это «микра». Одно из значений этой лексема — повторение. Исторический контекст. Три с половиной тысячи лет назад евреи должны были отмечать эти праздники сразу, после получения заповедей о них. Также они пророческие. То, что было, станет насущным и в будущем. Есть тень грядущих событий. Мы изучаем данные праздники, и вот первый пункт об их изначальном историческом контексте, их пророческое значение. Вот назначенные сроки Господа — священные собрания, которые вы будете объявлять в назначенное время. Давайте перейдем к первому осеннему празднику. Он называется Рошашана, или праздник, труп, или еврейское название — Йом Труа. Рошашана переводится как «голова года». Рош-голова, Хашана — это год. Вот традиционный еврейский взгляд на Рошашану. Бог создал мир. Мы поговорим об этом в ближайшее время. Есть еще толкование значения этого праздника. «Возвращение царя Иешуа». Снова прочитаем 24 стих 23 главы книги Левит. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание». Снова я возьму этот стих отдельно. А теперь мы рассмотрим его немного детальнее. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц». Седьмой месяц в еврейском календаре называется Тишри. «Этот осенний праздник выпадает на первое число месяца Тишри. В григорианском календаре каждый год он выпадает на другой день, потому что еврейский календарь является лунным и полностью с григорианским не совпадает. Последний календарь западного мира». Послушайте снова. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труб». Здесь мы находим две вещи. Один день для отдыха, и он же для того, чтобы трубить в трубу, дабы напомнить нам кое о чем. Этот стих таинственный. В нем не говорится о том, что должно быть упомянуто. А чтобы уяснить, что нам нужно напомнить, «Надо копать глубже Слово Божие». Послушайте снова. «В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труб, священное собрание». Церковь. Мы концентрируемся на том, о чем напоминал сынам Израиля, звук трубы, и о чем он напоминает нам. В Писании есть несколько примеров трубного звука. А я извещу вас о главном трубном звуке из книги «Исход» или «Шмот», глава 19. Я процитирую вам Библию, это 18 стих. «Гора Жесинай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». То есть скоро что-то произойдет, сверхъестественные вещи космического масштаба. Дым восходит, трясется гора, что-то определенно происходит. Небеса сходят на землю. И когда звук трубный, говорится далее, откуда он раздался? «Любимый Мои», он раздался из космоса. Трубный звук сошел с неба. Дрожит гора, над ней дым, над ней огонь, раздается трубный зов с небес, звук становится громче. Моисей говорил, «Бог отвечал». Здесь мы видим, перед тем, как заговорил Бог, зазвучала труба. Когда труба зазвучала во всю мощь, начал говорить Бог. Труба возвестила о его царстве. Мы видим, Моисей поднимается на гору для встречи с Богом. Труба возвестила о схождении Бога на землю. И что Моисей, образец для всех верующих, пошел навстречу к нему. Возлюбленные. Трубный звук — это символ вознесения церкви. Я повторю это еще раз. Трубный зов раздается с неба. Слава Господа окутывает гору Синай. Бог глаголит и являет себя более чем одному миллиону евреев, собравшихся у подошвы Синай. Моисей восходит на гору, чтобы встретиться с Богом. Господь сказал нам, что эти дни назначил Он. Вот назначенные сроки Господа. Обратите внимание, здесь не сказано, что это праздники иудеев или определенного народа, или только людей, которые ходят в церковь. Нет, эти праздники, эти дни для встречи назначил для нас сам Бог. Речь не только о Боге Израиле, но и о Боге Отце, Господа нашего Иисуса Христа. Это один и тот же Бог. Вот в чем суть возлюбленные во Христе. Я видел самое захватывающее чудо в жизни. Его можно проверить однозначно. 15-летний подросток, который впервые в жизни услышал звуки и произнес слава. Это было чудесно. Вчера вечером Бог исцелил мальчика, он начал слышать и говорить. Когда вы молились, сила Бога коснулась юноши. Аллилуйя. Теперь он может говорить и слышать тоже может в могущественное имя Иисуса. Силой Божией. Вот это да. Скажи один. Аллилуйя. Далее три. Есть доказательства. Его сестра. Он умел говорить до сегодняшнего вечера? Только сейчас начал. Он с рождения не говорил. Он не говорил с самого рождения. Поднимите руки к Богу. Я такого никогда не видела. Только по телевидению. А теперь убедилась в том, что это правда. Это существует. Иисус творит чудеса. Благословляет ли вас Бог через служение Равина Шнайдера? Станьте партнером служения, чтобы Равин ездил по миру, а Бог будет спасать, исцелять и избавлять через телевидение и программы помощи. Посетите нас по ссылке, которая на экране, или позвоните по этому номеру. В благодарность за вашу ежемесячную поддержку Равин вышлет вам 3 DVD, следуя за ним. Оно о жизненном пути Кёрта. Оно того стоило. Удивительная история Синди Шнайдер. Благовестие за кулисами. Взгляд Равина, путешествующего по миру. Станьте партнером служения. Еврейский Иисус. Когда Бог напоминает нам о чем-то через звук шафара, зададимся вопросом, о чем это напоминание. Повторим опять Левит 23-24. В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труб. Мы должны спросить себя, о чем напоминает трубный звук. Еврею того времени он напоминал о звуке небесной трубы. из 19-й главы Исхода. О том, что Бог явил Себя миллиону израилетян. Бог заговорил, и Моисей взошел на гору встретиться с ним. Сие есть символ, это тень вознесения Церкви. Как я показал, в иудаизме, Роша Шана, или праздник труб, имеет отношение не только к пророческому действу в Исходе, но и к Новому году евреев. То есть, согласно еврейской традиции, во время Роша Шаны, еще раз замечу, это выражение означает «голова года», в тот день, в это верят наши мистики и гибраисты, Господь и Творец, или Хашем, создал мир. Они верят, что день тот, день рождения планеты. Поэтому евреи приветствуют друг друга в это время года словами «Ла Шана, Това». С Новым годом! Для нас это время новых начинаний. Очень радостное время года. Чествование нового года мы связываем со временем новых возможностей, желаем лучшего друг другу. А еще, возлюбленные, это время, когда мы готовимся к следующему празднику. А он называется Йом-Кипур. Согласно еврейской традиции, в Йом-Кипур Бог судит народ свой. «Роша Шана» начинается с десяти дней требита. В этот период люди готовятся к встрече с Богом в Йом-Кипур, когда он будет судить каждого из нас. Согласно еврейской традиции, в Йом-Кипур запечатывается наша судьба на следующий год. И раз евреи ожидают Божьего суда каждый год в Йом-Кипур, день искупления, об этом я буду учить в данной серии, люди готовятся в промежуток между Роша Шаной и Йом-Кипуром, чтобы Бог явил к ним благосклонность в своем суде. Поэтому мы называем дни между этими праздниками днями трепета. Весь народ еврейский смотрит на себя, исправляют свои стези, наводят порядок в судьбе, чтобы, когда Бог будет их судить, Он благоволил бы к ним. Возлюбленные, это сезон покаяния. Ведь когда евреи идут в синагогу на следующий Богом назначенный день, Йом-Кипур, день искупления, то это уже не отрадный день, как Роша Шан, не день добрых новогодних пожеланий, но это сезон покаяния. В Йом-Кипур мы проявляем особое почтение Господу. Это очень серьезный праздник. Многие иудеи перед входом в ортодоксальную синагогу разуваются, дабы показать, как свят Бог и как важен сей день. Я рассказываю это, потому что я продолжу говорить о Роша Шане, о Йом-Труа на следующей неделе. Пожалуйста, уготовьте сердце свое, взирайте на Господа и попросите показать те области жизни, где вы непослушны Ему. Ведь чтобы принять все, что есть для нас у Бога, нам нужно правильно к Нему относиться. Да, благодаря крови Иисуса мы стоим перед Создателем Своим и Господом святые, незапятнанные и безупречные в любви. Он любит нас безусловно. И это факт. Но с иной стороны мы должны приготовиться принять Его, приготовиться к благовестию. Поэтому Иисус сказал, если любите Меня и повинуетесь, то Я открою себя вам, приду к вам с Отцом и мы поселимся у вас. А вот так мы готовимся к осенним праздникам. Бросаю вызов и умоляю, отнеситесь к Господу серьезно. Молчите в Его присутствии. Молитесь Ему, когда вы одни. Ничего не утаиваете от Духа Святого. Откройте Ему все. Не бойтесь Его упреков. Попросите Его показать, что вашей жизни нужно исправить. Ведь Библия говорит, если бы мы испытывали себя, то нас не осудил бы Бог. Я не имею в виду, что надо из-за боязни впасть в оцепенение. Я говорю о том, когда мы не подчиняемся Богу. Бог Отец любит нас, потому и наказывает. Наказания, суд Божий причиняют боль, приходят потрясения, потому что через них Бог обращает наше внимание на Него. Если мы исследуем себя, то Отец обязательно примет воспитательные меры. Церковь, ходя в сезон покаяния, через Рошашану и Йом-Кипур, поэтому, пожалуйста, откройте сердце Святому Духу. Скажите Бог Отец, покажи, что в моей жизни неправильно. Возможно, Он покажет вам, что вы сплетничаете, или смотрите Богопротивные телепередачи, или укажет на области жизни, где нет порядка, допустим, финансовой. Предположим, вы плохо относитесь к мужу или к жене. Здесь может быть что угодно. Говорю вам, Бог постоянно очищает нас и является сокрытым. Это знаковое, совершенное время года, время очищения Духом Святым. Подготовка к Йом-Кипуру. Я люблю вас, дорогие мои. Пожалуйста, встаньте на колени. Я встал бы, да камера не позволяет. Встаньте на колени. Я поведу вас в молитве. Бог, отец, во имя Иешуа, я люблю тебя. Отче, я хочу ходить пред лицом твоим, жить так, чтобы тебе нравится. Отец, прости нас и очисти от всего, что тебе не угодно. Спасибо, отче, что твоя доброта ведет нас к раскаянию и что в нас действует Дух Святости. Поэтому мы признаем наши грехи и благодарим за любовь. Ты наказываешь всех сыновей, которых любишь, дисциплинируешь нас. Отче, воспитывай нас, исправляй и очищай жизнь нашу, ибо мы хотим ходить пред тобою. Бог, Отец, в праведности. Верю, что на многих из вас особое бремя. Вы чувствуете вес Божьей славы. И это хорошо, потому что Бог приводит нас к границам того, что мы достигли. Это особенный сезон. Бог подготавливает наше сердце к новому урожаю. Дорогая, мне понравились твои мысли. У славы есть вес, она бремя. Но это не тяжесть этого мира. Верно? Но тяжесть славы Божьей. Вес его славы имеет много уровней. Первое, страх Господень как часть его славы, и страх сей чист. Вдобавок, слава Божия позитивна, она поднимает дух. И в данном сезоне слава проявляется в полноте. Йом-Кипур с его полновесной святостью и культурой покаяния. Добавим сюда вес его славы от праздника Суккот до праздника Шалашей, что также является частью этого святого сезона. Есть много торжеств. Здорово. Обилие праздников. Бог помогает нам отметить все осенние праздники. Да, мне нравится, как ты объясняешь о покаянии. Раскаяние — это время отвергнуть старое, очиститься пред Богом и принять от него новое. Всегда слышен Божий зов подняться выше, зов познавать лучшее. Порой представляем мы Бога страшным, испытуемый кайся, иначе отправлю в ад. Но настоящий Бог любит людей, любящий Бог говорит покайся, сойди с пути греха, ибо я уготовил тебе лучший путь, желаю благословить тебя. Раскаяние помогает нам принять благо. Подумай, именно поэтому мне нравится молиться, Отец, исправь мои пути, я хочу достичь места, где ты благословишь меня. Аминь. Есть в жизни моей то, что нужно исправить, поэтому наказание отеческое, что ведет к раскаянию, является подарком, потому что когда ты на лугу истины, тогда пастух даст благословение. Да, спасибо, Отец. Господи, у Тебя благо для зрителей. Мы ждем, не дождемся праздников Господа. И так каждый год. Он определил и изрек, что мы должны их отмечать, помнить я верю, что должны взирать на него с ожиданием. Аминь. Об этом мы попросим Отца сегодня. Уготовь сердца наши. Отец, я каюсь и обращаюсь к духовно чутким людям. Мы будем готовы принять все, что ты желаешь сделать в нашей судьбе в это время. Отче, мы каемся во всем, что произошло в жизни за год и что печалит тебя. Да исправит нас Дух Святой. Приготовь нас к своим благословениям, наш небесный Отец. Да. Отец, мы знаем, мы на земле, чтобы встретиться с Иисусом, приготовиться ко встрече с Ним. Молим, приготовь нас в это святое время к осретению с тобой для следующего года. Пусть все в этом смысле будет новое, дабы отчимы доставляли тебе от раду. Отец, признаемся тебе в любви и благодарим тебя за благодать в нашей жизни. Мы находимся в особенном сезоне. Возлюбленные, знаете, что данный сезон это сезон дшувы, то есть покаяния. Истина в том, что часть верующих не хранят чистоты ради Господа. Тоже и скажу об их деньгах. Вы верите в Бога, но не доверяете Ему до такой степени, чтобы чтить его финансы. В Писании есть правило. Мы должны отдавать Господу не меньше 10% всех наших доходов, будь то еженедельные или ежемесячные даяния. Десятая часть ваших денег принадлежит Господу. Скажется, пытаешься мной манипулировать и в кошелек залезть? Я не манипулятор. Правда в том, что в данный сезон покаяния я прошу вас навести порядок в сердце ради Отца в области денег, если там нет порядка. Ведь если мы не отдадим деньги под начало Бога, то это верный знак, что наше сердце бунтует против Него. Хочу, чтобы вы были благословлены, но важнее то, что этого желает наш Небесный Отец. Наведите порядок в области денег, и тогда все встанет на свои места. Шалом вам, возлюбленные. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои праздничные пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной карты позвоните по номеру 800 37 78 35 или отправьте СМС со словом РАБИ на номер 45 37 или же вы можете сделать это на нашем сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Рабина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. И напоследок многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на сайт, адрес которого на экране. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог Отец сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге числа 6 глава 22 стих Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисус, Явэ пынавэй лэха вэй асэм лэха шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие. Пусть Отец Владыка твой возрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова и снова любимому чаду дарует мир. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать о вас. Отправьте нам молитвенную просьбу, посетив наш сайт или пишите по адресу, который на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Ваша история ободрит других людей. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Дорогие мои, если вы никогда не приглашали Иисуса стать вашим Господом и Спасителем и чувствуете побуждение к этому, знайте, это Дух Божий вас зовет. Заходите на мой сайт, Бог любит вас. В эти осенние праздники Бог напоминает, что возвращение Иисуса наступит скоро. Присоединяйтесь к нам через неделю и вы найдете секреты верной Господу жизни. Редактор субтитров А.Семкин